Номенклатура ЮПАК основана на указании числа атомов углерода в молекуле с использованием корней греческих числительных. Исключение составляет корни для одного, двух, трех и четырех атомов углерода. Попробуем назвать такое вещество. Сначала уберем атомы водорода и индексы, оставив так называемый углеродный скелет. Найдем самую длинную цепь углеродных атомов. От четвертого атома углерода отходит боковая цепь, состоящая из одного атома. Для указания боковой цепи используют суффикс «ил». Главная цепь обозначается суффиксом «ан». Объединим название боковой и главной цепи, поставив в начало название боковой и записывая их слитно, без пробелов. Осталось указать, от какого атома главной цепи начинается боковая цепь. Главную цепь можно было пронумеровать и в другую сторону. Тогда изменится цифра в названии. Какое из двух названий правильно? То, в котором сумма цифр меньше. Усложним задачу, добавив к третьему атому углерода боковую цепь из одного атома. Посмотрите, как строится название вещества в этом случае. Назвать это вещество не труднее, чем два предыдущих. Нумеруем атомы в главной цепи и находим боковые цепи. Они начинаются с третьего, четвертого и пятого атомов углерода. Объединяя названия, следует располагать название боковых цепей в алфавитном порядке. КОНЕЦ КОНЕЦ С Monthly КОНЕЦ 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 Продолжение следует...